Привет друзья с вами вновь Виталий. Сегодня такое видео посвящается желаниям, так как эта тема такая широкая и очень известная. Много об этом чего говорится, как достичь желаемого, как это желать и так далее. А мне хотелось вам сегодня показать именно структуру этих отношений между желанием и хотением, так как это очень важно понимать, что желание не может существовать в отрыве от хотения. И для этого мы рассмотрим как отличать желание и хотение. Потому что очень часто и психологи в том числе и профессора почему-то путают эти понятия. Когда они на слуху и люди говорят, я желаю, я хочу, я желаю, я хочу, я хочу, я желаю. И такая ассоциация все время какой-то запутанности происходит. Так вот мне хотелось эту распутать, этот клубочек и показать вам суть этих вещей, как они существуют на самом деле и в чем здесь секрет. Секрет как достигать желаемого. Итак нарисуем такой столбик желание и хотение. И сделаю я к ним важной категории, которые являются определяющими. Желание. Желание всегда какое? Оно всегда тайное. Существуют определенные методики, такие эзотерические, эзотерика, да? Как правильно желать, как это, какое время желать и так далее. Но мы их не будем касаться. Второе, вопрос хотение. Хотение всегда какое? В отличие от желания. Оно всегда явное. Хотение всегда явное. Уже на этом этапе мы можем определить, как отличать желание от хотения. Когда приходит ко мне какая-то мысль, какое-то желание, какая-то идея, какое-то хотение, то я могу отличать их с помощью вот этих двух разных категорий. То есть это тайное желание, это тайное состояние, я могу о нем рассказать или мне не хочется о нем рассказывать никому. Я не хочу никому об этом рассказывать, значит это желание. Если я хочу об этом сказать другим людям, значит это хотение. Далее движемся. Второй пункт. Чем отличается желание от хотения? Обязательно всегда желание имеет отношение со временем как бы в будущем или в будущее пространство. Какое-то бесконечное пространство, какое-то относительное пространство, неопределенное какое-то состояние желания, какое-то во времени или пространство, да? И мы пишем здесь оно в будущее, скажем, примерно так. Ну, в будущем. В будущем желание происходит. Или мы хотим, чтобы оно произошло в будущем. Или пришло к нам из будущего, как мы представляем, какой-то предмет или какое-то событие, или какое-то явление, или какое-то состояние и так далее. И мы говорим о будущем, и поэтому мы опять говорим, когда мы спрашиваем себя, эта потребность, этот запрос является по отношению к будущему, пространстве, будущего времени, пространстве, да, это в будущем, значит это желание. И когда мы говорим о хотении, хотение всегда происходит где? Оно всегда происходит сейчас. То есть сейчас. Сейчас. В настоящем моменте. То есть это принципиальное тоже отличие желания от хотения. Если я что-то хочу сейчас, то это будет у меня хотение, не желание. Это важно. Это важно понимать и разделять в своем сознании. Потому что, чтобы они не конкурировали друг другу, не противоречили друг другу, а помогали друг другу, вытягивали друг друга. На реализации, на исполнение вашего желания, чтобы работало ваше хотение. Но чтобы на получение вашего хотения, чтобы помогало вам ваше желание. Они друг другу помогают. Если вы их правильно определяете, правильно им дайте имена, правильно позиционируете, тогда у вас будет все окей, тип-топ. Не надо там даже шибко писать тетрадку или рисовать картинки. Главное определиться, что, зачем следует. То есть мы здесь о чем говорим? Мы говорим о причинно-следственной связи. То есть они имеют, этот закон на них действует. Они друг от друга зависимо связаны. Далее мы движемся. Третьим пунктом, важным пунктом, когда вы спросите себя, какие мы помыслы, да, что это такое, что это за состояние, это желание или хотение, то всегда у желания вы не сможете дать ответ на вопрос, когда желание к вам приходит, что делать. Вы не знаете, что делать. Вы не знаете, как достичь желаемого. То есть вопрос, что делать, он актуален. Он актуален. Это вопрос актуален для желания. То есть вы не знаете, что делать. Я не знаю. То есть желание, мы хотим, но не знаем. А что делать, чтобы оно исполнилось? Не знаем. И в то же время, когда имеется у нас хотение какое-то в настоящий момент, ну прямо сейчас я хочу вот мороженого. Я знаю, что делать. То есть я знаю, знаю, что делать, чтобы получить результат. Купить мороженое, дойти до киоска, до прилавка с мороженым, купить мороженое, выбрать тому и купить и устроить свой такой праздник себе, праздник своего хотения прямо сейчас. Важно параметры. Далее, как бы сказать правильно-то, важным параметром четвертым будет. Это что желание, если фоно отвечает на вот эти три уже вопроса, да, вот так отвечает, тайное. Оно в будущем. И ты не знаешь, что делать, чтобы достичь этого желания. Тогда это следующий критерий определения, что это желание. Оно какое бывает? Оно единственное. 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 Больше другого желания нет. Вот если желание отвечает этим всем критериям, то оно единственное. В то же время, когда вы спрашиваете себя про хотение, то хотение всегда имеет что? Множественное явление. В настоящий момент я хочу разное мороженое. А может быть я не хочу мороженое, попью, пойду соку. А может быть я пойду что-то еще какое-то действие совершу сейчас, которое принесет мне удовлетворение. Поэтому хотение имеет числовое измерение. То есть первое, скажем так. Оно первое. Или второе. Второе и так далее. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Это все мои хотения. Мои хотелки называются. Итак, мы уже видим достаточно много, много параметров, с помощью которых мы с вами можем легко определить, когда у нас существует желание, а когда хотение. В результате, в соответствии с этим пониманием, осознанием, что мы находимся в состоянии желания или хотения, мы будем себя соответствующим образом и вести. Но дальше что? Очень важный вопрос. Почему же все равно мы путаемся? Даже при наличии вот этих критериев, параметров, и вы ответите на них вопросы утвердительно или отрицательно, то есть положительно, позитивно восприметят и так далее. Что очень важно в этом деле? Оказывается, желание и хотение очень зависит от объективного обстоятельства одного. От рода. От рода человеческого. Мужской род существует и женский род. Так вот, очень сложно как бы объективно, даже ответив на эти вопросы, сказать себе, что это не желание, это хотение. Признаться себе в этом. Потому что я являюсь мужчиной, а вы, допустим, девчата, являетесь женского рода носительницей, да? Так вот, у нас проблема какая? Что? Хотение это очень часто женское состояние. Женский род. Влияет женский пол, скажем так, половая принадлежность, да? То есть хотение сейчас происходит у женщин. А у мужчин желание происходит в пространстве потом. Потом. Желание потом. Будущее. Это для мужчины. То есть, когда мужчина ставит себе такой вопрос, что это? Явление какое? Во мне потребность когда всплыла идея? Мысль? Это желание? Или хотение? То очень часто он скажет, что это желание. Он подстроит свое желание вот под эти параметры. Потому что он мужчина. И для него, естественно, думать о будущем в перспективе, в какой-то проекции пространства какого-то делать это желание. А у женщины всегда будет ответ на то, что это ее хотение. И всегда спрашиваете, а что вы, девчата, сейчас желаете? То девчата начинают желать хотеть. Они хотят мороженого, хотят пирожного, хотят пойти в спа-салон, хотят пойти сделать себе маникюр, педикюр и так далее. Они сейчас это хотят и думают, что это их не желание. Но я и хочу, к сожалению, разочаровать и сказать, что это не желание, это хотение. А мужчинам хочу вот сейчас показать этот вопрос, явный такой вопрос, что наши желания часто бывают нашими хотелками. Хотя мы их возводим в степень желаний. Я надеюсь, вы уловили эту разницу. У мужчин и у женщин имеется такая путаница в голове, потому что это связано с нашей природой, нашим мужским или женским началом. Это надо учитывать. Не путаться в этих определениях желания и хотения. Из всего сказанного и написанного я сделать вывод никакой не буду. Абсолютно. Я не буду вам рассказывать сейчас, как достичь желаемого, как записывать на листочки, рисовать картинки и так далее. Нет, не буду вам рассказывать. Если вам это будет интересно, подписывайтесь на мой канал, лайкайте это видео и дальше я вам буду рассказывать. Если вы смотрите это видео сейчас, до конца смотрите, в чем я конечно сомневаюсь. И так друзья, с вами был Виталий. Я много чего знаю о желаниях и хотениях, о их взаимосвязи, о их отношениях, о причинно-следственной связи. Мне бы хотелось, чтобы вы правильно позиционировали в своем сознании состояние желаемого и состояние хотения. И благодаря этому ваши желания будут исполняться и ваши хотелки будут иметь результат ожидаемый. Поэтому, друзья, пока. С вами был Виталий. Всем отличной погоды, хорошего летнего настроения. Пока-пока. Подписывайтесь, лайкайте и что-нибудь еще делайте с этим видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok